Сёло под дорогу, уголь в Китай. Глава сельского поселения Черемховская погряз в судебных тяжбах. Юристы угольной компании негодуют, как сельский чиновник вообще посмел не согласовывать строительство дороги для самосвалов с углём. А вот посмел. Пережил и давление депутатов законодательного собрания, и угрозы экс-руководителя администрации губернатора Константина Колыванова. Клованов ушёл, а вот вопрос дороги остался. Арбитражному суду предстоит решить, согласовывать дорогу или нет. Прошло очередное заседание. Ну, разрез уголь остаётся на своей позиции. Никаких нарушений не усматривают, никакой угрозы экологии не видят. На данный момент работы пока никакие не ведутся по строительству, но, опять скажем, по слухам набираются команды лесорубов для проведения рубки в полосе отвода автомобильной дороги. Поэтому, ну, официальных документов пока, повторюсь, никаких нет. Нет согласований, судебные заседания не окончены. Пока что всё в подвешенном состоянии. Ну, новые документы на согласование пришли. Да, странная ситуация получилась. Во-первых, от проектировщиков поступила документация с запросом на предоставление сведений о охранных зонах, наличии кладбищ, свалок и так далее. То есть, те же самые запросы по этому же самому объекту, которые были им отвечены в 2020 году. На данный момент из администрации района пришёл такой же запрос о согласовании технического задания на разработку проектной документации. Дело в том, что он не следующий проект, он проект-близнец. В тех же самых границах, в тех же самых в делах, кварталах, лесных. Но местоположение идентичное. Какая необходимость у компании «Разресуголь» повторная разработка проекта, я пока затрудняюсь ответить. Потребность в отправке красночекуйского угля в Китай есть у всех и у угольщиков, и у нового руководства района. Мы своё развитие в основном связываем с работой ООО «Разрезуголь». Там предусматривается создать 1660 мест рабочих. И в настоящее время проходит госэкспертиза строительства дороги, у нас проблема, и строительство ВЛ-110. Те проекты, которые вы назвали, они делаются, мы о них всё знаем, и дальнейшая поддержка и нужна, и будет обеспечиваться. На это надо обратить внимание, безусловно. Мы говорим сейчас о всё-таки большей степени результативности, качеству взаимодействия и работы Министерства по экономическому развитию района. И самое главное, по вашим приоритетам. Что нужно сделать? А сделать что-то, я от вас не слышу, что-то было нужно. Обратите внимание, пожалуйста, на дерево, переработку. На переработку в качестве сырья, используемой шишки и всё, что связано с кедровой сосной. На возможности по туризму. Одного проекта, мне кажется, явно недостаточно. В целом, туристический потенциал самых разнообразных форм туризма Красночекойского района, наверное, один из самых высоких в регионе. У вас должны быть по этой теме инициативы, и желательно, инициативы совместные с Министерством, с институтами развития, и вы должны этим заниматься. Вот странное дело. Все говорят о развитии туризма в Красном Чекое. Но с упорством отдают местные красоты вахтовикам под угольную дорогу. В Красночекойском районе смена руководства старый новый глава Евгений Гостев. Ранее продавал заповедные земли курорта Ямаровка с целебной водой в скважинах в частные руки. Теперь взор упал на другие недра. Ну, насколько я знаю, он в своем проекте во время конкурсного отбора озвучивал, что Красночекойский район должен развиваться, в этом я с ним полностью согласен, должен развиваться, по мнению Евгения Алексеевича, с помощью разреза угля, с помощью вырубки леса, золота, ну и так далее, и масса редких элементов и драгоценных металлов на строении. На мой взгляд, несколько ошибочная такая позиция, потому что у нас есть и другие ресурсы, за счет которых можем развивать район. Но они требуют вложений, аккуратного подхода, ну и, само собой, долгосрочной перспективы. Я имею в виду, это тоже рекреационный потенциал, тоже курорт Ямаровка. Да, он уже многим набил ошкомину, как говорится, но я считаю, что бросать его и в угоду компании разрезу уголь, это не просто преступление, это, я не знаю, каким словом это охарактеризовать, но это угроза будущему, мое мнение такое. Суды скоро закончатся, дорогу начнут строить, но в каком виде она будет и какой урон нанесет уникальной природе Красного Чикоя, зависит, к сожалению, не только от главы маленького села. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАПТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАПТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение.